Нет, помотерял. Алло, дай мне. Иван, где? Посмотри, у следки сегодня дня рождения, 35 лет. Я же не просто так стал Прохорову помогать. Я практически всех кандидатов знаю лично. В настоящее время страной управляет юрист. Юрист не из лучших, не из первой сотни. Юрист такой уже достаточно пожилой. Между тем, Прохоров на 15 лет моложе. Миша один из лучших русских экономистов-международников. Совершенно внятной, понятной программой. И самое сильное, что у него в программе. Там все пункты исполняемы. Но я же Мишу знаю лично. Он обычный русский мужик. Очень сильный, очень удачливый. Такая большая личная мощность. И в чем я могу действительно с легким сердцем поручиться? Он не трус, не врун. И мы с ним попадали в очень сложные ситуации. И я видел, что он ведет себя достойно, несмотря ни на что. Что для него имя гораздо важнее, чем какие бы то ни было бонусы, блага и так далее. И я считаю, что будет просто справедливо. И если мы ему дадим возможность проявить себя, я думаю, что это очень достойный кандидат. И думаю, что у него получится. Во всяком случае, еще раз говорю, есть вещи, за которые я ручаюсь. То есть он не трус, не врун. Он порядочный человек. И точно никогда не станет воровать. И никому не даст. Он это уже демонстрировал. У Прохорова есть один еще очень серьезный плюс. Во-первых, он ясно излагает свои мысли. Он собирает вокруг себя очень сильную команду, где каждый специалист в своей отрасли. Он не боится брать людей, которые серьезнее его и умнее его в каких-то отдельно взятых направлениях. То есть у него нет какого-то комплекса неполноценности. Я полагаю, что все еще только начинается. И перспективы очень серьезные. То, что пытаются Прохорова вменить, про Норильский никель сказать, что-то никто больше не захотел покупать в том состоянии Норильский никель, когда у него было долгов на несколько миллиардов долларов. И Норильск там в течение года вообще не получал никакие зарплаты. Прохоров сделал Норильский никель одним из лучших российских предприятий. И там были самые высокие в России зарплаты. Прохоров именно за то, что поднял Норильский никель, получил орден. Это известный совершенно факт. Но кроме этого, это Норильский никель, который попал в руки Прохорову, который одно из лучших предприятий сейчас в стране. Вон есть лишь никель, который никто что-то не подбирает, не хочет, не нашлось никого инвесторов. Вон вентиляторный завод в Артемовске. Да сколько таких заводов по России, которые просто рухнули. Градообразующие предприятия, которые некому было купить. Просто никто не взялся, никто не рискнул. Прохоров рискнул, у него получилось. Другим-то кто мешал. Ну, во всяком случае, я считаю, что достоин быть президентом человек, который все, за что берется, у него получается. Он действительно сильный, удачливый мужик. Он русский человек. Понимаешь, ну назрели уже перемены. Ну так жить нельзя больше. Ну нельзя жить, когда разворовывается большая часть национальных богатств. Очень узкий круг людей захватил власть. Выстроил мощнейшую вертикаль. И к власти пришли люди не по своим каким-то профессиональным личностным качествам, по признаку личной преданности. Такая ситуация погубит любую страну. Никакого запаса мощности не хватит, чтобы удержать ситуацию. Ну и когда национальные богатства просто разворовываются, если первые лица богатеют всерьез, находясь у власти, они даже не могут требовать от остальных ничего. Если первые лица начинают воровать, не питайте никто иллюзий. С этой властью уже не получится ничего и лучше не будет. У этой власти только одна задача – оставаться у власти любым способом. Мы это видим каждый день. Им безразлично, что говорят, им безразлично, что делают. У них одна задача – оставаться у власти. У них нет четкого плана действий. Им ничего не надо. Им надо только быть у власти и управлять страной. Ну, причины понятны. Поэтому любой свежий человек, любой сильный свежий человек, его надо просто поддерживать, потому что должна быть конкуренция. Без конкуренции не будет ничего. Все знают просто из спорта. То есть, если спортсмен сильный, если ему никто не дышит в спину, он не побежит. А куда ему торопиться? Все время должны поджимать молодые, все время люди должны стремиться. Любой думающий, серьезный, инициативный человек должен стремиться к власти и пытаться показать себя в лучшем свете. Он должен вкладывать вот в эту работу свою душу, знание, энергию. Пусть он просто хочет, чтобы о нем хорошо говорили. Пусть он просто хочет, чтобы им гордились его родители. Это совершенно нормальная мотивация для мужчин. Пусть он просто хочет осуществить то, что задумал, что-то сделать. Пусть он хочет даже прославиться в веках. Это нормально. Главное, чтобы делал, чтобы те, кто у власти, каждую минуту, каждую секунду чувствовали конкуренцию. И они должны просто чувствовать, что им дышат в затылок. И как только они перестают работать, есть люди, которые придут им на смену. А им так понравилось на галерах, им так замечательно на галерах. И куда они? Они вообще никуда с галер не хотят уходить никогда. Я же говорю, тороп-мямбаши получается. Поэтому я за Прохорового. Я хочу, чтобы у Михаила был шанс, чтобы он его использовал и показал вообще, на что он способен. И я думаю, что у него получится. Чего-то один из лучших русских экономистов. И, в общем-то, показал, что умеет работать, что умеет вести себя достойно в разных ситуациях. И умеет не бояться, и умеет не врать. Вот, в общем-то, все, что хотел сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!